Всем доброго утра. Сегодня в капюшоне. Потому что выбежала с мокрой головой. Муж говорит 11 градусов. Ну, в принципе, тепло. Не так на море было неприятно. Поэтому я натянула капюшон. Вот. И куську выглядело. Сейчас заходим домой. Блин, губы почему-то вчера обветрились. Намазала на ночь помадой. Но все равно они сухие, пекут. Сейчас надо еще намазать. Где я их обветрила, не поняла вообще. Но обветрились. А может позавчера, когда гуляли с Виталинкиной подружкой. Не знаю. Короче, видите, какие красные. Так, я еще не завтракала. Сиду домой и начинается новый день. Сегодня мой завтрак Оливье. Коренной грудкой. Да? И выкушает Оливье. Давно не ела. Думаю, можно себе позволить. Вы не представляете, как я хочу спать за погодой. Но надо ехать. Не ехать в этот карават. Потому что там... Вот же надо ехать, сдать шорты. Потому что я их никогда не сдам. В принципе, две недели еще у меня есть. Но у меня другая проблема. У меня дочка старшая в Миннесо попросила ее купить сумку. Там уже на распродаже. Надеюсь, они будут, эти сумки. Поэтому я еду. Надеюсь, быстро вернусь. Хотела себе порисовать. Если получится. Выложила вам ложек. И сняла видео пустые баночки. Но еще пока не выкладывалась. У меня в такой куртке, в тепленькой, утепленной. Потому что мне кажется, там очень холодно. И покрапывает дождь. Но надеюсь, я не спарюсь. В общем-то, 15 градусов, как и вчера. Повелась на людей, которые ходят. Из окна смотрела на людей. Все тепло поодеты. В общем-то, можно было в джинсовке идти. И в ветровке. Ладно, одела куртку эту. Ладно, она с капюшоном. Зонтик не бралась. И дождь в этом плане спасет. Ну, не скажу, что в ней жарко, конечно. Ну, все-таки люди еще не могут вылезти из зимних курток. И я на них ведусь, на этих людей. Мне 15 градусов тепло. Это нормальная погода. И душновато чуть-чуть. Но ветерок спасает холодненькие. У вас цветочки. Вот. Красота. Короче, я иду в караван. Пройду мимо кошечек, посмотрю. Есть там или нет котятки. Там, смотрю, забрали котят кое-кто. И тут кафешки у нас повесили объявление, что типа ищут хозяев им. Вот. Смотрю на некоторых людей. Такие несчастные люди. Боже, боже, смотрю. Скорее всего, что родители какие-то были. Или алкоголики. Или еще что-то. Такие есть несчастные. Прям жалко. Что женщина у нас убирает. Блин, это капец. Нету котят. О, кот сидит. Тут коты все какие-то очень больные. Не знаю. Стремные. То пена капает, то слюни со рта, то пена. Женщина, которая убирает. Боже, это ужас. Высокого роста. Худая. Какие-то ноги кривые. Они у нее полусогнутые. Ужас бедный. Еще и дурник. Ужас. Очень не знаю. Бедная. Мало того, что внешность. У нее такие мешки под глазами. Она худющая. Высоченная. Ножки эти кривенькие. И какие-то скрюченные они. То есть не выровненные. Колени, знаете, в коленях сохнутые. Она еще бедная. Дворником работает. Наверное, ей тяжело. Такая несчастная ходит. Я не знаю. Ни работы хорошие. Ни денег. Ужас. Была бы у каких-то богатых родителей такая дочка. Да, там бы ноги выровняли. Все бы сделали. Это прям мне жалко. А то женщин очень. Тут котики. Людям понастраивали. Домики. Они тут живут и кормятся. Да, лето. Лето не будет. Но еще, кстати, не заказали жилье на море. Звонили. Она что-то трубку не взяла вечером. А днем все нет времени. Может, на выходных как-то. Надо, чтобы она нам забронировала домик. Вот. Узнать цены. Все, что вам скажу потом. Когда узнаю. Я в караване. Бегу в Миннесу. Смотрите, какая красота. И вот это. Что-то обалдеть можно. Это ваза тоже зеленая красила. И в цветочке. И вот это белое внизу. Что меня понесло. Понравилась очень зеленая эта посуда зеленая. Понравилась. Низки еще посмотрю. Все, бегу домой. Ой. Подустала чуть-чуть. Сын поехал мопед смотреть. В общем, тепло на улице. И в синтепоновой куртке нормально. И в джинсовке было, и в ветровке нормально. Ну, мне не жарко, нет. Я не мокрая. Сдала шорты Артура. Купила Веронике сумку в Миннесу. Сейчас приду вам покажу. Еще Артуру купила там рюкзачок. Потому что он мужа берет постоянно. Я ему купила там в Миннесу. Такой прикольный Марвел. Ему понравилось. Вот. И все. Сейчас приду домой, перекушу. Будем с Сиделинкой уроки поделаем. Посчитаем, порисуем. Надеюсь, порисуем. И может успею еще ее на улицу вывезти. Не знаю. Потому что Вероника ногти придет делать. Посмотрим. Короче, посмотрим, что успеем. Так, все. Пришла домой. Заняла по дороге маме. Собирается в больницу. В больницу она не знает какую. Короче, ее не ложат. Потому что... Потому что... Потому что надо в скорую вызывать. А по скорой, куда попала, завезут. Только вот Красный Хутор. Вот она себе надумает. Типа все остальные под ковидом больницы. Вот как надумает себе все. Вот только вот так, как она думает, по-другому быть не может. Ну, откажешься от госпитализации, да, в другую больницу. Вот. Я не ем уже неделю. Вот. И приготовить не могу. И ничего не знаю, что я хочу есть. Дотенька, я вот это вот порезанное все повыкидывала. А вот это оставила. Это нужно? Или тоже? Это ты просто огни показывала, да? Собирай, выбрасывай. Короче, это не так, и то не так, и все не так. Вот. Виталина, что, посуду помыть нельзя было? Срежую вот тарелочку после кашки, а? Не стыдно? Поделаешь еще волосик, я покажу на камеру. Я не успела ее уже в отпуске, да? Ну, хорошо, Виталина, ну ты поела кашу. Можно было сразу помыть? Ты укрытие тоже убрала? Да. Ты ее не мыла, да? Боишься его мыть? Ну, не кусает, он дергается, конечно. Так. Дотя убрала у всех грызунов в клетках. Умничка, вообще помощница моя. Сейчас покажу, как я ее вчера покрасила. Так, зашла в Ашан и в Миннесо была. Взяла шорты в Отже. В Ашане купила еще, купила какао-порошок. Вот, потому что мы пьем это какао с шоколадом. Каждый день, как минимум, две чайные ложки уходят какао. Взяла вот такую Филадельфию попробовать. Без лактозную. Она была 30 гривен. Ну, сейчас с вами попробуем. Взяла любимейшую свою рикотту Ашановскую. По супер цене было 25 гривен. Обожаю рикотту. А Филадельфию не пробовала. Мне интересно. Она похожа на рикотту. Вот не помню, я покупала... А, я Филадельфию покупала нашу украинскую. Ростоквашеная или... Не помню, какая фирма, честно. Короче, то же самое. Между плавленным сырком и творожком. Что мне за кусочек попался? Короче, почти как наш плавленый сыр янтарь для меня. Она вообще не стоит тех денег, за которые ее без скидки продают. Пока. Плохо расчесала, конечно. Но когда хорошо расчесана, так они так видно. Ну, деталинка. Так вроде неровно. Ну, короче. Вот так вот у нас покрашены волосики. Я на камере красный. В жизни розовый. Две пачки салфеток взяла, потому что у нас всем надо. На ЗНО особенно. Виталинке игрушку. Хотела... Вот смотрите. 50 гривен стоит на улице продают эти игрушки. Стреляют такие срогатки. Они светятся, летят. В Ашане 15 гривен. Смысл ее покупать? Они разбиваются, ломаются. Положи там, где чистые пулечки. Так, взяла. Такое удобрение. Пересмотрела все. Куча удобрений. Но проблема в том, что вообще не написано... Ну, как? Написано, как ими пользоваться. 20 миллиграмм, 15 миллиграмм, 10 миллиграмм. Я что буду, блин, шприцом ходить мерить эти миллиграммы? Ну, вот как? Дайте медную ложечку. Или напишите, сколько колпачков. Единственное, я нашла вот такое удобрение. Для всех видов. Универсальное. Где написано. Один колпачок на 2 литра воды. Это корневое. Позакорневое. Это типа опрыскивания. Один колпачок на 4 литра воды. Обробление на синее. Один колпачок на литр воды. И сбережение зарезанных квитев. Даже для квитев, срезанных цветов. Один колпачок на 4 литра воды. Все. Поэтому я его взяла. Были на распродаже орхидеи по 59 гривен. Была розовая и желтая. А то все остальные белые. Не взяла. Некуда ставить, честно. Была бы квартира или дом свой взяла бы. Вот так, наверное. Я просто не умею с рогатки стрелять. Это папа. Тут еще крючок есть. Это папка. Не надо вам это сказать. Этот крючок может быть вот так вот. А, или нет? Может. Вот так вот, наверное. Потом вот сюда. И вот так. А, его, во-первых, открыть надо. Да. По-моему. Давай, когда папа придет. А там нет на рисунке. Я просто не помню, честно говоря. У детей было такое. Ты кушала, да? Да. Так, дальше. Дальше я взяла два масла. Ошановских. Вот таких вот. Экстра. По 37 гривен, по-моему. Хорошее масло. Вот. Понравилось мне. Я брала его. И вот такие, да. Йогурты лакомоко. По 7 гривен, по-моему. Бери себе йогурт, а то старый в холодильник. А этот с грязным тюльком туда. Какашечный. Оно не грязное, а просто мокрое. Водичку взяла себе вот эту криворожскую. Криво... 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 Кривоозерскую. Вот такую вот. Нравится мне, что с дозатором и расфасовкой. Классная. 0,75 литра. Я оставляю эти бутылки. Сейчас лето будет. Вот. На море ехать или еще куда-то. Когда на море едем, мы каждому в дверь, в боковинке. Там у нас такие штуки для бутылки специальные. Ставим бутылочку с водой. Так мы можем купить 5 литров, себе разлить. Вот. И поставить. Ну или с фильтра из дому налить. Короче, или просто с собой в течение лета эти бутылки разойдутся. На тренировку брать нам с мужем. Так. И в Минесо. Зашла в Минесо. Дочка попросила купить ей вот эту сумку. Она вообще хотела бежевую. Но бежевая стоила 200 с чем-то. А эта 100... Сейчас я вам скажу. Сумка стоила... Что за девчонка? Ну пусть побудет, а потом заберешь. Или сейчас тебе надо? Надо? Забирай. 159 гривен сумка. Нет, это не она. А, блин. 219 минус 87. Короче, 100 с чем-то гривен у нас стоило. Не буду сейчас высчитывать. Вот такая сумочка розовая. Вот. Красивый цвет. Очень нежный. И цепочка к ней идет внутри. Внутри цепочка. Вот такая вот. Такая маленькая. Она не маленькая, большая. Все. Вожу сюда чесную сумку. Не, тебе-то ничего нет. Торторки. Такая вот. Можно было, в принципе, и мне взять. На лето. Я подумала. Вот. Потом взяла два вот таких вот адаптера. Но это я не знаю. Это дочки я скидывала. Она с парнем со своим там созванивалась. Сказали, надо. Это для айфонов. Какие-то адаптеры. Они были вообще по 10 гривен. Поэтому я обратила на них внимание. И сразу ей скинула фоточки. Если не пойдут, они сдадут. И все. Так. И сыну взяла вот такой рюкзак-мешок. Потому что он все порвал, какие у нас были. Вот. Ну, надеюсь, мне не сони плохо должны делать. Надеюсь. Вот. Короче, ему вот сейчас на лето ходить куда-то. Потому что он мужа берет рюкзак. А потом, знаете, этот рюкзак валяется, где попало. Муж и шил его, и все. Короче, вот такой вот рюкзак. Раньше они, типа, считалась сумка для обуви, да. Ну, на самом деле, это просто рюкзак. Очень удобный, легкий. Можно скрутить, бросить куда-то. И вот такую расцветочку мы выбрали. Конечно, было бы прикольно, если в Marvel было написано черным. Ну, оно всегда, да, красным дочек лежит. Ну, такой взяли. Там был еще прикольный черно-красный с Человеком-пауком тоже. Но все-таки мы вот этот выбрали как-то больше. Прикольный. Ну, сыну 17 лет, молодой. Хотя у меня были сомнения, что он не захочет. Но все-таки мои взгляды совпадают с детьми в большей мере. Так, у меня сумка посаталась совсем. То есть, а ну дай мне этот, давай, наверное, спички. Задолбала. Ну, гляньте, что я. Ну, вот это цепляется за все внутри. Все, покупки все. Мы сейчас с Виталинкой быстренько, быстренько займемся вот этим. Вот хочу порисовать успеть. Не знаю. Мне ногти надо. Я хотела еще на улицу тебя сводить. Вот. И там ногти пока спиливать сидеть. Пока на площадку сюда за дом. Вот. Наверное, не успею уже. Ладно, сейчас обожгу, попробую эту сумку. Или, может, мужу оставлю на вечер. Сейчас не заниматься этим. Короче, буду кушать. Голодная. Такой новый маникюр у меня. Пальмовая веточка. Здесь фольга. Это кузок. И то же самое. Встань. Дай лапу. Дай лапу. Яша. Яша. Курук. Ай, молодец. Вставай. Дай лапу. Ап. Ну, не вытянула, да, села. Сидеть. Можешь еще? Сколько такая у них. Так, ну что, пришли занятия. У меня сегодня не очень я занималась. Короче, только начала заниматься. На тренажер села руки. У меня разболелась голова. И какой бы я потом не занималась, у меня начинала болеть голова. Ноги качала. Все шоу годно. Сильно болела голова. Поэтому я... Ну, я отзанималась. И только один там пропустила тренажер с разведением. Вот так. Отзанималась, конечно. Но пресс сегодня меньше качала. Короче, что я не очень себя чувствую. Так, у нас уже все темно. Где-то 11 часов. Вот. Мы сейчас... Муж пошел искать стоянку с сыном, поставить мопед. Потому что там стоянка, которую он знал, там уже только за месяц надо платить, чтобы ставить мопед. Вот. Так что такие дела я в ветровочке. Маникюрчик. Может, завтра еще покажусь. Не забуду. Ой. Вот такой ногтик. Красиво. Я этот лак наделала. Вероничка купила его. Получается, себе сделала. Там девочкам делала. И у одной девочки длиннючие ногти. Получается, у нее как 2-3 человека сделать. Ну, большие сильно ногти. И мне уже сегодня еле-еле вот этого лака хватило. Она уже там вымазывала. Но все равно хорошо получилось. Я, конечно, фиолетовый люблю, знаете, так издалека. Когда он у меня на руках, мне как-то не очень привычно. Вот. Ну, тем не менее, для разнообразия. Следующий, наверное, будет или френч, или голубой. Не знаю. Так, ну что, на этом видео заканчиваю, наверное. Спасибо за комментарии. Сегодня было 2 видео выложено. И пустые баночки, и влог вам. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Ну, пишите вопросы. Кстати, кому интересно, какие вопросы, пишите. Может быть, я сниму отдельное видео. Может, в влогах буду отвечать. Посмотрю. В зависимости от количества их будет. Вот. Все. Спать хочу. Иду мыться, умываться и спать. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok